всем привет дорогие друзья 17 сентября я захожу в болотце вокруг болотца людей словно муравьев возле конфеты и я один из этих муравьев невозможно пройти незамеченным я такой себе грибничок приехал уже в 11 часов но это объективным причинам но уже с пустыми руками не уеду посмотрите друзья еще вижу один больших наверняка уже понаходили остались космонавтики такого плана кто-то следом уже чешет за мной также нужно ускоряться в былые времена я здесь ну пройдя уже такое расстояние как сегодня ну пол корзины набирал но не все коту масленица нужно уметь делиться не стоит его наверное выкручивать пускай повезет кому-то больше хотя некоторые грибники верят в то что найденный гриб уже расти не будет два братика ну и понятно почему их не нашли посмотрите какие малыши очень приятные ну такой хоть на вилочку наколоть можно нужно смотреть внимательно вот здесь вот в корнях я вижу вон там он был подосиновик может быть вам видно он уже такой белого цвета пропал кстати в молодом возрасте почему-то есть у меня здесь на болотце своя агентурная сеть мышиная которая камуфлирует подосы посмотрите его ведь было не видно только потому что его закамуфлировали под цвет листьев а так то он он какой красненький должен быть спасибо вот на двух квадратных метрах такой результат довольно неплохо учитывая то что здесь прошел не один десяток людей хотел было идти дальше но что-то заставило меня повернуться назад посмотрите какие пальчики какие пальчики здесь торчат возьму пальчики думаю как раз такие на вилочку будет приятно наколоть тут этих пальчиков множество вот мышь замаскировала еще один и вот да конечно было бы хорошо если бы они все выросли но в наших условиях это невозможно осуществить так что вот приходится заниматься киднеппингом а вот кстати тот белый которым которого я счел за пропавший уже гриб вблизи кажется еще и не таким пропавшим сейчас я за ним полезу вместе с вами дай бог глаз не оставить на ветке тяжело пролезть сквозь эту решетку из ветвей а еще пугают вот эти вот норы местных жителей вот вот он он крепок крепок но некрасив все это обрежется ради вкусной подосятинки лезем назад разговариваю тихо может быть кому-то не слышно на совсем открытом месте нашел хорошо закамуфлированный гриб сразу его не увидеть он сливается с прошлогодней листвой это подосик уже не молодой но интересный я планирую до обойти эту низинку просто с другой стороны а далее мы переместимся с вами такое место которое каждый заезжающий сюда грибник считает своей обязанностью посетить очень угнетают отпечатки чьих-то ног на болотце которое я долгое время считал своим но в этом мире ничего нашего личного нету все это было до нас и будет после нас я надеюсь будем довольствоваться пальчиками и сюда подосик твоих старших родственников уже забрали а ты достался мне чему я рад вполне в общем удаляемся с этой низины они здесь плавно перетекают одна в другую на сегодняшней грибалочке я уповаю только лишь на везение и на слабое зрение моих конкурентов березовый белый друзья вот бочоночек я восхищен его красотой но еще более я восхищен красотой его родственника посмотрите мне кажется размерами побольше будет я восхищен их не красотой но я больше восхищен их ним количеством посмотрите еще один березовый белый они такие твердые как кабачки класс стало быть в березняке нужно внимательно смотреть а то я иду так сказать расслабив булки жду болота осинника здесь такое сокровище вот я уже подчистил их такая красота такой аромат и такая радость здесь рядышком видно присутствие конкурентов сидели извините за выражение насрали а а вот такого красавца не увидали под березонькой прямо можно сказать из березоньки под осиновичек выткнулся вот она одиноко здесь стоит такой вот пулеобразный подосик порадовал мой глаз надеюсь и ваш тоже кручусь можно сказать на этих квадратных метрах прошел в одну сторону иду назад оказывается хожу вокруг вот этой прелести какой молоденький пышет молодостью и здоровьем вот здесь совершенно чудесным образом я увидел белого который пытается нырнуть в грунт а может быть это он так прячется от моих конкурентов дома я его більш ретельно почищу и буду радоваться вот оглянувшись назад мы с вами видим очередной пальчик подосиновичный хоть и малышей но как говорится не до жиру быть бы живу недалеко я увидел белеющую ногу под кучкой листьев нога судя по окрасу подосиновичная этот красавец так хорошо спрятался просто под крышкой слипшихся прошлогодних листьев опавших и сумел сохранить себя для такого счастливчика как я но можно сказать и наоборот этот счастливчик сумел сохранить себя для такого красавчика как я потому как посмотрите сюда друзья разве же я не красавчик залез в логово подосинович 1 и 2 как сказал бы белорус красавчик вам может показаться что он пиццеркуватый но обратите внимание на его гименофор он белый ну местами чуть припаленный и совершенно чистые ножки и вы знаете я уже не так уж сильно и расстраиваюсь что мне не получилось вырваться вырваться пораньше глядя на таких красавцев на такое чудо чудо крепко сидит в пне перемещаемся в следующую локацию очередная низинушка вытоптанная грибничками судя по следам на песке возможно кто-то из вас знает популярную исполнительницу молодежную мию бойку так я теперь понял откуда она берет свою тексту вот например иду по тропинке в голове ля 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 о вижу тебя дальше я не помню но тут действительно тропинка и даже кто-то подрезал грибочки некие проверил они ему не понравились он пошел дальше заглянув вон туда в густую и тонкую поросли осины мы с вами видим шляпку свежего под осиновичка свежего я имею ввиду молодого что хотелось бы отметить положительного я вообще заходил в лес с тяжелым сердцем виной тому послужило то что меня с утра вызвали на работу в мой выходной далее я вышел из автомобиля и увидел как какой-то нехороший человек оторвал поворотник у меня на крыле он просто болтался на проводах но когда начали попадаться такие эталонные образцы благородных грибов сразу попустила такая вот терапия так а то ж вон муаяш люби друзей добрый шлях и посмотрите то что я говорил эталонные то все фигня вот эталонный толстоногий красавец это ж надо как каким чудом он остался жив глазам своим не верю видите не все потеряно даже если людей полно ради него одного можно приехать я пошутил конечно господи а то сейчас так и будет надо еще найти отошел казалось бы далеко от воды уже смотрю гнездочью это упало а рядышком подосилевик неземной красы чувствуется конечно что здесь недавно кто-то был я прям запах чьих-то духов чувствую ну да ничего посмотрите а знаете еще в чем секрет который только что рассекретил находясь на коленях я увидел вот этих двух красавцев прячущихся очень хорошо в другой позе я бы их не увидел вот они с пальчики не ну этот-то покрупнее с большой палец друзья мои вы бы увидели если бы я вам не сказал где они я считаю просто чудом увидел два пацана подосиновика пацаны это не дядьки не деды это именно пацанчики подростки вот тоже такой стал сдалека окинул взором красных шляп не видно да и ладно дальше понад болотцами ду надо отходить я же привык что там не просто шляпы сомбреро они вон и вот опять хотел уходить и заприметил еще двух пацанчиков совершенно не видно их совершенно чудом чудом нахожусь вот один в домике а вот другой зеленый цвет этого этой травы отвлекает не очень-то хорошо и видно а в этом домике прямо лезть опасно ух ты а с другой то стороны не сразу заметил вот это мой размерчик сегодня в моем случае сегодня нужно на одном месте крутиться и высматривать вот например только я поднялся на ноги как уже увидел очередной подок но этот уже покрупнее это прям награда для меня не терпится идти дальше но нужно быть очень и очень внимательным что-то краснеет глубине травы это наш пузатик подосик какая прямо нереального цвета шляпа ну не шляпа шляпочка а внимательным надо быть еще потому что следы человека повсюду иногда даже могут быть очень опасными вот так полезешь за грибом он там уже удобрен и и вот опять недалеко от следов жизнедеятельности человека что делает это место еще более опасным находится просто нереальной нереального размера гриб для меня сегодня посмотрите это большой подосиновик такие экземпляры уже давно здесь собраны чудом человек который здесь недалеко присел его не нашел ух ты а я вот присел и кроме него увидел еще одного маленького подосик а тут маленькая неосторожность и будешь и будет незабываемо видите в каких условиях приходится работать пока я вам это все рассказывал тут закраснело что-то опять же на мальчик пальчик наш размерчик сегодняшний ну а иначе грибы не соберешь конкуренция а вот в скором времени я со своей шайкой гриборезов собираюсь ехать за белячками и хотел вас спросить может быть вы мне посоветуете хорошую качественную сушилку для грибов а то я как-то не практиковал сушку вот здесь и множество людей пробежала прямо передо мной я видел видео из нее спины все же упорным везет вот еще да такие да такие размеры приятные наступил коленом сюда в траву и колено сразу стало мокрым ох а здесь я прошу не заметил и пальчик ну вот потихоньку наполняется моя корзинель счастливая а то многие просили чтобы я показывал корзину ну и в конце грибалочки конечно же покажу вы должны понимать из-за того что здесь в основном такие молодые экземпляры то грибная плотность в этой корзине больше краешек болотца вот дуб и здесь желуди обесцветившиеся лежат а прежде них такая же шляпка подосик здесь вблизи болота есть одно заветное сваленное дерево там где я все время нахожу беляши когда они растут конечно уже сегодня же меня здесь порадовал пока только лишь вот этот подос бубочка дорогие друзья возможно вы уже чувствуете по мне что я устал и оно жарко стало ночью холодно сейчас так и жарко и устал выполнять эти акробатические пролазы меж лозой меж этими тонкими осинками но сил добавляют мне вот такое вот зрелище это подосиновичная семья не понимаю каким чудом им удалось здесь дожить до такого порядочного возраста ну вот факт налицо семья подосл очень свежее семейство вот таких вот размеров здесь люди и набирают грибочки везение вот на более открытую и тенистую местность я вышел думал никого не запримечу вон голова чья то нет сил ногу уже забрать я уверен что на этом месте кто-то возрадовался большим шляпам но когда гриб пошел то с пустыми руками вы не уйдете например тут же на разрытой грибниками местности мы видим одного пузатика и одного пальчика пальчика и пузатика видимо рылись до того как он выпал на свет божий а посмотрим назад и видим еще это же подосик ну да подосик какой-то причудливой формы а вот чуть не пропустил оказывается вот это чудо спрятывать в общем если вокруг болота не ходить а ползать то будет намного эффективней грибалочка складываться вот кажется совсем маленькие красные кнопочки обостаешь неплохой себе такой грибочек с палец это вообще толстячок что же мы все мелочь да мелочь собираем а как же крупнички нам же нужно для объема вот это подосик как звездочка очень приятный экземплярчик так знакомые кочечки о потрескавшийся от засухи не знаю под березовик или подосиновик ну какой-то под мне очень понравилось что он попался на этом открытом участке есть надежда что туда никто не челгал тут красота среди болотца такой оазис зелени решил пройтись средь березок думал вдруг белый какой попадется может быть такой как я уже находил а здесь пожалуйста полячок полячков я еще не встречал вот с почином очень хорошо он чистый вообще мне кажется что что червячки это тоже явление сезонное вот из них получились эти грибные мушки или комарики и все они перестали плодиться откладывать личинки и в определенный момент все повторится поэтому все грибы которые я сегодня нашел ни один не червилый вот оно это болотушка сейчас я его обойду и уже будем двигаться в сторону автомобиля так вот дорогие мои посмотрите какая густая здесь трава в такую гущину и лезть как то не хочется но стоит поверьте мне стоит я уже вижу отсюда будет стоять наша корзинушка из-за нашей труды хоть я и приехал как говорит мой батя в свинячий голос боженька вознаградил меня вот такими вот экземплярищами сейчас я вам все по порядку покажу идемте же срывать их вместе как будем по одному носить наверное да это вот беднягу зажало тут ах ты ж я сейчас тебя спасу под осенище где там твоя ножка ножище а вот чуть не пропустил пришел я все таки на место на свое место так скажем ха-ха-ха а то ведь ходил после людей добирал Так, не переживайте, тут еще есть. А вы говорите, покажи корзину. О, ну этот вообще прям замечательный. Сейчас я тут еще покручусь. И будем уже сматываться. Я вам скажу так, друзья мои. Большие подосиновики. Идеальные. Для жарки. Маленькие же. Для засолки. Да и для жарки тоже. Иж бы не были они черными уже. Ну я имею ввиду гниющими. А такие. Пойдут грибы. Ну а маленькие же, которые сегодня у меня в большинстве. Они просто... Вот тут есть один гигантский. Гигантский. Вот он уже никуда не годится. Видите. Он уже чернеет у него. Геленофор. Преклонный. Преклонного возраста. Дед. Оставил его здесь. Я обожаю эти моменты, когда ты оставляешь корзину и ходишь вокруг нее. А вот теперь, друзья мои, я готов вам показать свою корзинку. Друзья мои, иду назад уже. И там, где я прошел. Вот чего. Откуда ты взялся, а? Чудеса. Вынужден вам сказать до свидания. До скорых встреч. А встреча будет скорой. От вас прошу лишь одного. Поставить мне лайк. И написать комментарий. Для меня это... Как медом по губам. Чи по ушам. Заключительный кадр. С моей волшебной корзинелью. Дай вам Бог здоровья. И пока. Откуда. Продолжение следует.